Калуга, Россия. Якобы недружественный Запад вложил только в этот город 15 миллиардов долларов инвестиций. Ну, видимо, специально, чтобы развалить Россию. Вольфсваген открыл мощнейший современный автозавод. Он кормил свыше 4 тысяч семей, зарабатывали там в среднем 70 тысяч рублей. Для Калуги эти деньги просто фантастические. Но все разрушили планы Путина сидеть на троне до смерти. Ведь именно ради этого он и развязал преступную войну против Украины. Изначально Вольфсваген приостановил сборку автомобилей до середины апреля. Теперь российские СМИ сообщают, что открытие ожидается только летом. Сейчас калужане ждут не дождутся возобновления заработков. Единственный вопрос, да, когда мы выйдем работать, потому что, как бы, тоже непонятная ситуация, людей тревожит, да. Простой уже, не первая неделя длятся. Вот, надеемся, что как можно скорее выйдем и нормально, и у всех будет уверенность в завтрашнем дне. Остановили заводы даже не только и не столько санкций, как общий коллапс российской экономики. Цены на авто выросли, а продажи упали. Мы все надеемся, что в ближайшее время все стабилизируется, как в стране, так и у нас, в дилерском центре, на заводе. И все будет так же продаваться хорошо. Вот только надеются эти люди. Зря. Лето уже наступило. А завод так и не откроют. Минимум до конца года. Мы не можем предсказать дату возврата к обычному режиму производства в России и планировать производство на 2022 год. Судя по всему, не откроется завод в Калуге и вообще. Так же, как и еще одно производство «Фольксвагена» в Нижнем Новгороде, на бумаге принадлежал компании «ГАЗ». После того, как «ГАЗ» стала объектом американских санкций, стало понятно, что возобновить производство «Октавий», «Кодиаков», «Кароков» и «Таусов» не представляется возможным. На недавно состоявшейся онлайн-встрече работникам предложили уволиться по соглашению сторон. Волна закрытий автозаводов идет уже по всей России. Убила путинская война и предприятие «Ниссана» в Санкт-Петербурге. А значит, ждем массовой безработицы. Плюс смерть одной отрасли тянет за собой гибель и остальных, как эффект домино. Автопроизводство – одно из ключевых потребителей российского свинца. То есть внутренний рынок сбыта схлопнулся. Одновременно потеряли и главный экспорт в Европу. Важная новость, друзья. В России под закрытием оказалась целая отрасль производства свинца. Это прямое следствие действующих санкций. И закономерный итог – бездействие российских властей. Вроде бы санкции нам на пользу, как нас заверяет руководство страны. Однако с этим точно не согласятся свинцовые заводы. На складах уже скопились двухмесячные объемы производства, которые просто некуда девать. Речь идет о потенциальном закрытии не только самих свинцовых заводов, которых на минуточку в России 20 штук, но и горнообогатительных горнометаллургических комбинатах, которые с ними работают связки. Это, в свою очередь, неизбежно приведет к массовым увольнениям и выпадающих доходов в бюджет. Неужели о таком мечтали рядовые россияне, когда послушно позволяли фальсифицировать выборы, не вмешивались в политику и верили сказкам о стабильности? Переоценить социальные и экономические последствия будет просто невозможно. Они будут катастрофичны. На свинцовых заводах и ГОКах работают сотни тысяч граждан Российской Федерации, чтобы вы понимали масштабы цифр. Только на одном уральском горно-металлургическом комбинате работает 80 тысяч сотрудников. Сложно не только без западных рынков сбыта, но и без западных комплектующих. Оказалось, даже стратегически важное вагоностроение сильно зависит от импортных подшипников. В итоге простаивает огромный Тихвинский вагоностроительный завод, а он кормил 8 тысяч семей. Дополнительным барьером стали объективные трудности с критическими комплектующими для подшипников, которые производились на совместном с американской компанией Тинкен предприятии. Всего одна единственная американская компания Тинкен не захотела иметь дело с эгрессорами и поставила на колени не только Тихвинский завод, но и всю гигантскую объединенную вагонную компанию. Совместное предприятие было создано 6 лет назад и до настоящего времени обеспечивало до половины потребностей холдинга ОВК в кассетных подшипниках. А в объединенной вагонной компании работают свыше 11 тысяч россиян. И все они рискуют остаться без работы, без зарплаты и без перспектив. А ведь санкции работают всего-то каких-то жалких 3,5 месяца. Но уже успели оставить десятки тысяч россиян без средств к существованию. А что дальше? Всплеск алкоголизма, массовый криминал, кредитная кабала, а может и новые 90-е? Россияне слишком долго не хотели заниматься политикой. И если не брать в свои руки управление своей страной уже сейчас, прогнившие элиты заведут ее в пропасть.